А вы почему без маски вообще в транспорте? Есть маска, да? Одевайте, пожалуйста. Обязательный масочный режим действует в Бобруйске еще с июня. Распространяется он на все. Банки, магазины, аптеки, общественный транспорт. Например, троллейбусы каждое утро выходят на маршрут чистыми. Пока весь город спится, он обрабатывает детсредствами. Убирают и моют. Делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности. При выезде с парка каждый троллейбус проходит дезинфекцию. Также на каждом конечном остановочном пункте, каждым рейсом данная процедура повторяется. То есть получается, что не проходит 40 минут, каждый троллейбус проходит дезинфекцию салона. Водители тоже под защитой. Без маски и перчаток просто не пускают за руль. Перед каждым выездом также проводится инструктаж. В кабине нашлось место и антисептику. Если у пассажира не будет маски, билет вам продадите? Ну, конечно, придется продать. Я же не оставлю человека без билета. У меня самого есть маска. Плюс стекло ограничивает нас от пассажиров. Ну и плюс на каждой остановке мы объявляем, чтобы пассажиры в городском пассажирском транспорте носили маски. На входных дверях в салон троллейбусов висят памятки. В динамиках голос тоже всегда повторяет пассажирам о масках. Хотя не все прислушиваются к этим подсказкам. Ну, вы знаете, что маски в общественном транспорте обязательно аксессуар? Так почему без масок? Не знаю. Маски есть с собой? Нет. А вы почему без маски? Я не могу. Безусловно, в большинстве своем бобручане соблюдают масочный режим. И неважно, на остановке это или в транспорте. Почему вы в маске? Ну, как бы так, это очень важно обязательно в данный период. Эпидемия. Защитить себя и других. А вы вот в общественном транспорте в масках передвигаете? Да. Ну, а почему все-таки? Можешь не одевать ее, может и так? Безопасность превыше всего. Нам всем нужно помнить, все меры предпринимаются с одной единственной целью – сохранить здоровье людей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бавруйск, 360.